На самом деле, действительно, это очень интересный вопрос. Запад, точнее, его лидеры продолжают на словах поддерживать Израиль, хотя совершенно очевидно, что этот вектор идет против массового движения общественного мнения в мире. Потому что всем совершенно ясно, что Израиль совершает пиратские действия, и территория Газа – это огромный концлагерь, который в любом случае будет бунтовать и возражать против своего статуса концлагеря. Потому что с 2005 года идет совершенно беспрецедентная изоляция, блокада и перманентное разрушение обыденной жизни людей. 1,7 миллиона человек, которые заключены на территории где-то 147 квадратных миль – на самом деле самый большой концлагерь в истории человечества. И при этом Обама, от которого ждали, что он займет более дистанцированную от Израиля позицию после второго избрания, говорит какие-то политкорректные, в таком дурном смысле слова, нелепые вещи, жует какие-то сопли, выступая в Таиланде, выступая до этого, до поездки в Азию. Чем это объясняется? Чем объясняется позиция ЕС, чем объясняется позиция Кэмерона? При том, что подковерно известно, что на Израиль оказывается огромное давление. То есть точка зрения западных лидеров совершенно не соответствует тем беспомощным и бессмысленным вещам, которые они прожевывают на публику. У этого должен быть некий смысл, некая причина. Причина есть. Дело в том, что Израиль представляет собой, можно сказать, краеугольный камень или такую вот удерживающую распорку всей шаткой конструкции глобального мирового сообщества, глобального социума. Потому что после 1945 года, когда была разгромлена и списана в архив старая традиционная Европа, возник новый социум, когда окончательно произошло перечеркивание политического общества. То есть раньше было политическое общество, которое было структурировано сословно, которое было структурировано иерархически, у которого была некая монументальная сверхзадача. То есть некие остатки, некое присутствие, скажем так, классического религиозного духа из прежнего времени. После 1945 года пришло новое состояние вещей, когда возник с одной стороны полюс гражданского общества, с другой стороны полюс государства, бюрократического, совершенно корпоративного, такого анонимного государства. И вот главная задача, скажем так, западного истеблишмента, это сохранение абсолютного союза и единства между гражданским обществом и государством. То есть гражданское общество должно верить в то, что оно основано на благих основаниях, оно должно верить в свое государство, что оно демократическое, что гражданское общество контролирует и управляет это государство и так далее. Здесь возникает такая светская религия, светская религия социума. Социум заменяет Бога, социум заменяет, так сказать, природу, космос. Это некое вот универсальное благо, в которое верит каждый маленький человечек. И в этом социуме есть фундаментальные мифы. То есть это победа над нацизмом, это холокост, это мировое еврейство как жертва, которая приходит на смену жертвы, христианской жертвы Иисуса Христа. Это новая светская религия, в которой евреи и Израиль играют огромную роль. То есть они фактически являются, ну как бы, жрецами этой религии. Это то, что догматически положено и не подлежит обсуждению. Если сегодня вдруг оказывается, что Израиль это пария, что это rogue state, что это пиратское мафиозное, национал-мафиозное образование, которое совершает военные преступления, то это наносит сильнейший удар, во-первых, по мировому еврейству, а во-вторых, по светской религии общества. То есть получается, что тогда неоколониализм, который де-факто проводится западным сообществом против бывшего третьего мира, неравенство и господство финансово-спекулятивных кругов и так далее, и так далее, они все становятся не какими-то частными штрихами, которые можно замазать гримом, а они выпирают во все неприглядности. Сегодняшний западный человек верит, что буши или чейни могут быть обмануты или ошибиться, но они хотят благо. И если дроны летают над Пакистаном и убивают неповинных людей, то это ошибка и досадное недоразумение. Но в целом все совершается правильно, потому что наше социальное пространство, наше общество не может ошибаться. Если Израиль является парией и преступником, тогда вся эта пирамида рушится, рушится светская религия, которая действует после 1945 года. И самое главное, что тогда удар наносится по всей мировой организованной еврейской диаспоре. То есть сегодня стоит задача отсоединить Израиль от мировой еврейской диаспоры. Этот процесс уже начался, потому что сегодня евреи активно присутствуют в демонстрациях в поддержку Палестины. Если вы пойдете на улицы Нью-Йорка, где проходят митинги и демонстрации, то вы увидите, что не меньше половины выступающих – это не местные мусульмане и не англосаксы, хотя они тоже есть, а именно левое демократическое еврейство Соединенных Штатов. Еврейство Соединенных Штатов не проголосовало за Ромник, которому призывал голосовать Натаньяху. То есть Натаньяху заявил, что каждый еврей, где бы он ни был, это гражданин Израиля и должен исходить из израильских интересов. Три четверти евреев США проголосовало за Обаму. Это значит, что они исходят из своих американских интересов, как американские граждане. Это колоссальный удар по имиджу Натаньяху, по политической программе Ликут, по основополагающему мифу, что каждый живущий за границей еврей – это гражданин Израиля в первую очередь. То есть это очень сильный удар. Если вы посмотрите на социальные сети, там очень много пропалестинских форумов. На этих форумах пишущие статьи, аналитики и так далее в поддержку Палестины, среди них очень много евреев. То есть сегодня идет активная работа по дистанцированию широкой еврейской диаспоры, как правовой, моральной и остающейся в этическом поле, от Израиля, действия которого дискредитируют. И евреев, и мировое общество, и светскую религию после 1945 года, и фундаментальный либерализм. И, короче говоря, эти действия наносят колоссальный ущерб. Но сегодня политики Запада не могут об этом сказать открыто, потому что время еще не пришло. То есть сегодня связи Израиля, ассоциативные связи Израиля с истеблишментом, который сложился после Второй мировой войны, еще слишком сильны. И выбить этот клин, это значит обвалить всю полиницу дров, которая держится на этой распорке.